Привет, друзья! Вы снова на канале Америка Территория Свободы. Что я хочу сказать? Наступила пора отпусков, вот, и решил я скататься в Гальвистон, это такой городочек, в пригороде Хьюстона, на берегу Мексиканского залива. Вот, собственно, поеду, посмотрю, что это такое, с чем это едят, и, надеюсь, покажу вам. Оставайтесь, будет интересно. Так вот, то, что касается правил дорожного движения и ограничений скорости. В правилах четко сказано, что водитель должен двигаться по дороге со скоростью потока. То есть, чем это чревато для нас, как водителей, либо пассажиров. Если вы едете в левой полосе, допустим, и есть ограничение скорости 70 миль в час, но все остальные автомобили на дороге двигаются со скоростью, допустим, 90. И, двигаясь по дороге со скоростью 70 миль в час, вы им будете просто создавать помеху. Вы будете являться помехой, вас будут пытаться объехать, обогнать как-то, перестраиваться, лишние перестроения. И вы тем самым будете создавать помехи и увеличивать опасность вашего вождения и опасность нахождения дороги всех окружающих. И в этом случае полиция вас сможет остановить и сказать, что, дорогой там сэр, водитель, господин, неважно кто, товарищ, ты едешь слишком медленно, ты мешаешь другим. И могут вам вполне на законных основаниях выписать штраф, потому что вы создаете угрозу для остальных участников движения. Продолжение следует... Продолжение следует... А потом вот эта моя внутренняя лень, ребята, она попыталась меня, конечно, загробастость в свои лапы. И не один раз говорила мне, да зачем тебе куда-то ехать, это ехать 4 часа с половиной. Посиди дома, поваляйся на диване, посмотри кино. Но поборол я ее, ребят, поборол, потому что если я не поеду никуда и не выберусь хотя бы на один денечек, то какие у меня воспоминания от этого отпуска останутся? Да, в принципе, никаких. Это первый полноценный оплачиваемый отпуск у меня здесь в Америке за эти 3 года. И надо съездить, надо встретиться с людьми, которых я знаю только онлайн, с которыми переписывался и созванивался. Надо посмотреть опять-таки, потому что мое путешествие из Калифорнии в Техас, я проехал полстраны на своем автомобиле. Оно оставило неизгладимые впечатления, очень добрую память. И я это помню, хотя уже целый год прошел, я помню практически каждую свою остановку. Я помню все, что я видел, свои впечатления, они свежи. И путешествовать, ребята, надо. Я в одном из своих первейших самых видео на канале, которые я еще снимал на телефон с ужасным качеством картинки и звука, я рассказывал про дороги. Давайте попробую вам рассказать еще раз здесь, если вы не видели мое еще одно обновленное видео про американские дороги. Посмотрите, у нас слева огромная полоса безопасности между полосами. То есть эта полоса, она практически сводит к нулю любые выезды навстречку, если вы вдруг потеряли управление с автомобилем, либо еще что-то. Это лес, это может быть, она может быть меньше, она может быть больше. По правой стороне у нас идет параллельная дорога, которая позволяет автомобилям, которым надо попасть куда-то в город или еще куда-то на нее съехать на экзите. Вот вы видите, сейчас у нас идет справа экзит. И спокойненько, не мешая другим участникам движения, съехать. Обратите внимание, друзья, все съезды с хайвея, с шоссе в Америке устроены именно так. Вы съезжаете на, можно сказать, отдельную дорогу, которая ведет вас с хайвея, чтобы съехать на другую дорогу, которая идет параллельно. Этот съезд, вы заметили, он без резких поворотов, он достаточно длинный, чтобы вы могли абсолютно безопасно, уменьшить скорость и спуститься на общегражданскую дорогу. По хайвеям, когда вы едете, у вас нету никаких перекрестков, никаких резких поворотов, нету ничего. То есть вы можете как ехали 80-90 миль, с точно такой же скоростью ехать. А вот, друзья, смотрите, кстати, то, что я рассказывал вам про дороги и перекрестки. Вот так вот железная дорога пересекает американский хайвей. Она по мостику поезда едут. А поезда здесь, вы не поверите, они длинные. Их тянет, как правило, 2-3 тягача. И там может быть 100-150 окруженных вагонов, и эти поезда едут не так быстро. Чтобы не перекрывать дороги всякими шлагбаумами, пожалуйста, мы проезжаем. И все, над нами поезд. Никаких остановок, никаких притормаживаний и прочего. Мы просто едем так же, как мы ехали. Продолжаем движение. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, мы подбираемся. Смотрите, ребят, с правой стороны у нас грузовик обычный трак. То есть, фура везет целый, ребята, дом. Я не знаю, насколько это безопасно, каким образом. Но, опять-таки, есть надпись Oversize. Дом весь в пленке. Это даже не дом, это только часть дома. Да, посмотрите на каких прицепчиках. И вот, все это дело у нас подвозит. Мы широкие дни обходим на всякий случай. Вот, и как бы дом можно погрузить вот на такие прицепы. И двумя, тремя, четырьмя частями просто перевести. Вот у нас, видите, дверь стеклянная, я так понимаю, это на бэк-як. Специальные экстеншены стоят, расширения на зеркала заднего вида для водителей. Интересно, удалось. Удалось. Вот в какой-то веке я выбрался, скажем так, в отпуск. И я увидел с вами такую штуку. Перевозка дома американского. Это что-то с чем-то. Я такого видел, как я уже говорил, два или три раза всего. И это меня удивляет. Насколько бывает, вроде бы, казалось, простая профессия водитель-дельнобойщик. Но насколько они разные бывают. У меня есть друг, знакомый, товарищ, мой Вортек, привет. Вдруг ты это увидишь, который возит лопасти для ветровиков, для ветрогенераторов. Это такие огромные вещи, которые длиной, по-моему, метров 30-40, если не больше. И вот он их перевозит на своем грузовике. Там, конечно, специальный прицеп. Там идет сопровождение полиции и по специальных служб. Но, тем не менее, друзья, это существует. Водитель-дельнобойщик в Америке – это не просто человек, который перевозит грузы на обычном траке, на обычном прицепе. Это, в том числе, и вот такие вот махины, которые могут перевозить лопасти, которые могут перевозить фюзеляжи самолетов, которые перевозят дома ребятам. И все это делается по обычной дороге, по обычной трассе. Это, друзья, 75-ка. Я двигаюсь из севера Матехаса в южный со стороны Далласа в сторону Хьюстона. Удивительная вещь. Это, конечно, не передать словами. В общем, здорово. Продолжаем движение. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова